Как вам тогда, в 2020 году еще, виделось, то есть существовал ли у вас какой-то рецепт, что должны были сделать белорусы, чтобы свергнуть режим? Тогда мне многие говорили, коллеги, да не, ну что ты, в Беларуси всегда все там тихо, там все, перезберут луку там, и, собственно, вариантов нет. Я говорил, что так не будет, и что я вижу, что там люди хотят реально перемен, ну и честно скажу, в этой части прогноза я был прав, но я думал, что белорусы добьются успеха. Я реально не сомневался, но, к сожалению, получилось так, как получилось. Почему, наверное, я думаю, что белорусам виднее, почему все закончилось так, но, конечно, я могу одно сказать, что только там мирно и только вот там своим красотой и своим там добротой такой режим, как лукашенковский режим не сменить. И, наверное, не хватило в какой-то момент решительности, более решительных действий тогда, когда сотни тысяч людей были на улицах. Это был момент, я думаю, что тогда режим реально дрожал. Это касается, в первую очередь, наверное, все-таки лидеров, потому что кто-то должен был продемонстрировать лидерство и повести людей за собой. А вот эта вся мантра «Мы без насилия, мы без насилия», я ее понимаю, никто не хочет пойти, чтобы были погибшие люди и так далее. Но, к сожалению, зачастую она приводит к тому, что погибших еще и больше и пострадавших еще и больше, как в итоге десятки тысяч, которые пострадали, били их, кидали в тюрьмы. Есть, судя по всему, десятки погибших, очень сложно даже посчитать, и те, кто сегодня в тюрьмах находятся, и те, кто прошли через все эти унижения. Я думаю, что цена потенциальной революции была бы в любом случае ниже, и сегодня Беларусь была бы, наверное, свободной. Если сегодня Лукашенко отдаст команду белорусской армии идти воевать в Украину, я думаю, что, я надеюсь, что белорусы сделают, и белорусская армия сделает выводы из того, что произошло два года назад. Вместо того, чтобы идти умирать в Украину, пойдут сносить этот режим. А Лукашенко может отдать такой приказ? Есть какое-то процентное соотношение? Да, нет? Ну, я думаю, что скорее нет, чем да, но, конечно, может. То есть, однозначно от него этого хочет Путин, однозначно на это направлены провокации. Сейчас вот опять по Киеву били из Беларуси. То есть, делают все возможное, чтобы Украина ответила, а это, конечно же, дальше использовать как повод для уже вовлечения белорусской армии. Белорусская армия, она не изменит. То есть, сказать, что это прям решительно изменит ситуацию, нет, конечно, потому что она, на самом деле, из того, что мы знаем, не настолько сильна. Раз. А во-вторых, я думаю, что у белорусов вообще нет никакой мотивации воевать. Ну, просто вообще никакой. Ради чего вообще воевать? Против своих соседей, которые никогда ничего плохого Беларуси и белорусам не сделали. Но такой приказ, Путин очень хочет этого приказа и будет дальше добиваться этого. Поэтому рано или поздно этот момент может наступить. Думаю, что сейчас Лукашенко спасает его инстинкт самосохранения. Он у него очень выражен. Он такое вот политическое животное. Ну, он не только политическое, а вообще животное. Ну, вот в этом смысле у него есть очень выраженный такой инстинкт самосохранения. И пока он чувствует, что этот приказ может быть фатальным для него. Но мы не можем знать, конечно, чем все закончится. Ну, вот сейчас в связи со всей этой политической ситуацией белорусы, не только которые находятся в Украине, но вообще белорусы, испытывают на себе волну хейта со стороны украинцев. Видите ли вы, например, разграничения, как украинцы относятся к белорусам? Отличают ли они режим Лукашенко от белорусов вообще? Я вам не скажу за всю Одессу. Я не скажу за всю Украину. Я не имею права говорить за всю Украину. Но я могу сказать за себя и за многих людей, с которыми я общаюсь. Конечно, люди разделяют. И понимают, что режим Лукашенко – это режим Лукашенко. И от него страдает и белорусский народ тоже. Но, к сожалению, сегодня от него страдает и украинский народ. И очень сильно пострадал. Я думаю, что я неоднократно на эту тему высказывался. И я все время призываю и объясняю, что единственные, кто радуется этому взаимным перепалкам – это Лукашенко и Путин. Потому что это, собственно говоря, их цель. Разделить, разъединить – это их цель, это их задача. И мы не должны им дать это, собственно говоря, осуществить. Я объясняю белорусам. В данном случае общаюсь с вами. Все-таки я больше общаюсь с белорусами. Правильно? Потому что вас смотрят в основном белорусы. Я хочу, чтобы просто белорусы задумались, как бы они отнеслись, если бы в их дом пришли убийцы из соседней страны. Если бы это произошло из Украины. Пришли и убивали, насиловали в Минске, под Минском. Как бы они отнеслись? Были бы у них вопросы к украинцам? Вы продолжаете общаться с белорусами, которые находятся здесь, на территории Украины. В частности, это, насколько я знаю, бойцы полка Калиновского. Что это за люди? Что это за белорусы? Что вы видите в их глазах, в их поступках, в их действиях? Я им очень благодарен, потому что они сражаются сегодня за Украину. Но главным их мотивом является, конечно же, борьба за Беларусь. За свободную Беларусь. И просто они отчетливо понимают, так же, как грузины, которые сражаются на стороне Украины, чеченцы, представители других национальностей, их много, что путь к свободной Грузии и целостной, путь к свободной Беларуси, путь к свободной Чечне пролегает через победу Украины. И другого пути просто нет. Они это очень четко понимают. Поэтому они видят в этом шанс для Беларуси. И поэтому они здесь. А есть ли возможность, что когда-нибудь в ближайшее время, опять-таки, конечно, хотелось бы надеяться, украинские власти, обращая внимание и на Светлану Тихановскую, законно избранного президента, который находится сейчас в Литве, и вступят в какие-то переговорные процессы, в контакт, они будут отмахиваться вот просто как... Смотрите, я не, опять же, каждый говорит за себя. Я встречался со Светланой Тихановской еще в марте, по-моему, 2021 года. То есть вскоре после событий белорусской революции, которая не состоялась как революция, но была попытка ее. И я поддерживаю контакт со штабом Светланы Тихановской. Ну, за власть, мне сказать, достаточно сложно. Я вообще могу сказать, что, мне кажется, Украина в определенной мере пропустила ситуацию по Беларуси. Я тогда, два года назад, призывал, чтобы Украина была в первых рядах тех, кто добивается результата и помогает белорусам скинуть этот режим. Тогда это не произошло. И потом, как бы, многие в Украине, да, ну, как бы, мы там как-то торгуем, там, вот, у нас, ну, как-то вот, как-то живем с этим режимом Лукашенко уже десятилетия, давайте как-то дальше жить. Придерживались такой позиции. Я тогда говорил, к сожалению, к сожалению, я оказался абсолютно прав, что тысяча километров границы, что для нас сегодня оттуда есть угроза, теперь и военная, потому что Лукашенковский режим потерял субъектность и превратился в вассальный полностью Путину. И это несет огромные для нас риски. Все так и случилось, к сожалению. Поэтому недостаточно внимания этой теме уделяла украинская власть тогда. Возможно, недостаточно уделяет и сегодня. Но сегодня это более объяснимо, потому что у украинской власти такой набор проблем и вопросов, что это сложно себе представить.